Вот так, топимся в сильно мороза, два раза топим, сейчас один раз. 63-летняя Любовь Денисова, ее супруг, вот уже 40 лет топит квартиру самостоятельно. Сначала углем, потом дровами. А теперь не верит, что в их дом скоро поступит природный газ. Для них, коренных жителей села Забалуйка Индийского района, голубое топливо – настоящее чудо. Дорого, конечно, если лесовоз взять, 14 тысяч, сам лесовоз, и плюс еще пилить, колоть. Если нет хозяина, сложить, конечно, 20 выйдет. И так что, если газ, то это у нас за 4 года у нас все это купится. Чтобы как следует протопить дом, каждый раз требовалось минимум 20 кубов дров. Всегда нужно держать на контроле наполняемость газового баллона. Но теперь это все почти в прошлом. Газ в дом проведен, но внутренних труб пока еще нет. К слову, газификацию ожидают еще 105 из 179 домохозяйств села. Население принимает очень активное участие, связываемся с инзинским барышевским отделением. Они говорят, что население активно приходит, оплачивает и готовы к голубому топливу. Очень рады. Строительство внутрипоселкового и межпоселкового газопровода в селе Забалуйка Инзийского района началось в сентябре 2018 года. И 16,5 километров коммуникаций осталось проложить всего лишь 5. На участках работают две бригады. Сначала копают, затем выравнивают дно траншеи, после укладывают и подбивают трубу. Зимой процесс газификации не прекращался. Идут на опережение. Контракт двухгодичный. Это 2018 год. В сентябре мы начали его и завершение в 2019 году, 1 декабря. Вот в данный момент это внутрипоселковый. Ведут 150 трубой по улице. От него пойдут уже разводы на другие улицы. Первый пуск газа в домах Забалуки запланирован уже в августе. В этом году голубое топливо также появится в домах четырех сел Барышского и Вишкаймского районов. На газификацию из областного бюджета в 2019-м выделено более 98 миллионов рублей. Ринат Алиулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.